Горы мусора, прогнившие трубы и огромные дыры в стенах – это только малая часть проблем, с которыми ежедневно сталкиваются жители дома на Ливаневского, 94. От вечной сырости и грибка страдают взрослые и дети. Специалисты провели экспертизу и установили – дом не аварийный. Единственный вариант – капитальный ремонт, но его запланировали аж в 2036 году. Тему продолжит Сабина Гатагова. На первый взгляд сложно понять, что это подвал многоэтажного дома. Горы мусора вместе с прогнившими трубами им, кстати, больше полувека. Жильцы говорят, непросыхающие от воды помещения только полбеды. В квартирах грибок и плесень, в стенах дыры, потолок осыпается. Когда идет дождь, не хватает ведер и тазов. Люди уверены, дом нужно признать аварийным, говорят. В таких условиях опасно жить. Это у нас система, электрический блок, где выключать рубильник надо. Он у нас сгорел, нет у него этого рубильника. У нас провод идет, вот он напрямую туда. Если я его где-то закоротит, у нас отопления нигде в комнатах нет. Люди пользуются печками. Это если не выдержать, здесь может быть пожароопасность. Люди уже больше 10 лет просят о помощи, обращались в разные инстанции, но результата нет. Они до сих пор не знают, какая управляющая компания должна обслуживать их дом. Приходится справляться самостоятельно, но такая возможность есть не у всех. Здесь много пожилых людей и многодетных матерей. Я сама лично в МС писала. Я помню, к нам приходили и говорили на капремонт собрать. Но о каком капремонте может идти речь? Трубы ломаются, мы за свои деньги делаем. В калидоре ремонт мы за свои деньги делаем. Чтобы здесь не поломалось и как бы не было, тоже мы за свои деньги делаем. Крышу я над своей комнатой, чтобы просто обезопаситься и быть за детей тоже спокойными, я потратила, чтобы вам не сверать 30 тысяч. Просто накрыть над своей комнатой, если здесь всего лишь 20 квадратов. Многие в отчаянии сняли квартиры на последние сбережения и съехали. Готовить, стирать, убирать здесь невозможно, говорят жильцы. Нет элементарных условий. Это ванная комната, на стенах здесь плесень, потолок полностью прогнил. Принимать душ здесь просто невозможно. Сверху на людей течет вода. Мы обратились в администрацию Владикавказа. Там рассказали, специалисты провели экспертизу. Дом не признали аварийным. Пока единственный выход – капитальный ремонт. В соответствии с долгосрочной республиканской программой капитальный ремонт многоквартирного дома по улице Ливаневского, 94, предусмотрен в 2036 году. Хочу отметить, что эти сроки можно ускорить в соответствии, опять-таки, с нормами законодательства. О чем говорят эти нормы законодательства? О том, что уровень сбора платежей за капитальный ремонт должен быть не ниже 80%. На сегодняшний день этот уровень с собственниками помещения дома Ливаневского, 94, составляет 10,6%. Несмотря на нечеловеческие условия, жильцы боятся, что даже капитальный ремонт не решит их проблему. Все настаивают на переселении. Сабина Катагова, Артур Дудаев, Новости Осетии.